Встреча Анатолия Вассермана со студентами Хакасии началась с продолжительного монолога. Известный на весь мир интеллектуал рассуждал о долговых кризисах, производительности труда, вероятности Четвёртой мировой войны. Не обошлось без размышлений на тему религии. История – особый конёк Вассермана. Но и за событиями современности он старается следить. Правда, смотрят учёные лишь несколько каналов, в их числе Первый – Россия 1 РЕН-ТВ. А журналистику, в общем, порицает за утерянную культуру проверки достоверности фактов. Темы и менялись от храмов до анекдотов, даже собственного сочинения. Мне его самому потом несколько раз рассказывали. И когда начали печатать сборники анекдотов, он в несколько сборников попал. Благо анекдот действительно очень короткий. Где деньги в мешках, а где мешки под глазами. Несмотря на то, что Вассерман подчеркнул, он не преподает, студенты чувствовали себя, как на полноценной лекции. Рудит много говорил о книгах, саморазвитии и, в общем, о науке. Традиционно завершилась встреча с фотографией на память. Анатолий Александрович обладает исключительно редким талантом подавать кратко и ёмко очень глубокие темы. Для преподавателя это практически мастер-класс. Я увидел самого Вассермана. Думаю, этого достаточно для моего в данный момент развития. Анатолий Вассерман рассказал, его на таких встречах удивляют всё реже. Но из бесед с подрастающим поколением он также черпает много полезного. Время от времени возникают новые вопросы и заставляют меня всерьёз задуматься над чем-то, на что я раньше не обращал внимания. То есть это для меня возможность не вариться в собственном соку. Кстати, на всех встречах в Акасии Вассерман был без маски. У учёного по результатам анализов есть иммунитет к коронавирусу. Поэтому и на встречу с главой нашей республики Анатолий Александрович также пришёл без тканевой защиты на лице. Валентин Коновалов поблагодарил Анатолия Вассермана за визит в Акасию и участие в проекте «Диалог на равных». На память о республике губернатор подарил Вассерману книгу об истории и достопримечательностях Акасии и традиционный хакасский бубен-сувенир.